Приветствую вас, я, честно говоря, не очень понимаю, кому вы адресовываете свой вопрос, потому что для психологии ваш вопрос слишком не содержательный, вот. И вы спрашиваете, по сути, нас про другого человека, то есть про вашего бывшего молодого человека, вот. И мне кажется, что нужно вам как-нибудь определиться, вы ответ, кого хотите получить для себя, ответ психолога или ответ эзотерика, потому что вам здесь и ад стоит. Какая-то, я, правда, не очень понял, что это задата, но, тем не менее, значит, теперь по существу. Теперь по существу. По существу вам можно ответить примерно так. Значит, с точки зрения психологии, я увидел у вас, вот в тексте вашем я увидел, что вы перекладываете ответственность на молодого человека за, собственно, то, что, ну, за то, что вы хотите, за то, что вам нужно. То есть, вы, как вот, вы пишете, что вам, там, допустим, было тяжело с ним общаться, но вы ждали, пока он сам попытается больше ему не писать. То есть, непонятно, если вам было тяжело, почему вы сами не перестали писать. Вот, если вам было мучительно, если вам было тяжело, если вам было трудно, почему вы сами не перестали писать человеку? Вот, то есть, ну, на мой взгляд, этот момент, его нужно прояснить. Потому что, если вам не приятно, то вы, соответственно, не делаете того, что вам не приятно. А если вам не приятно, но вы продолжаете это делать, значит тут имеет место противоречия. Вот, которое вам, ну, вполне вероятно, может очень сильно мешать. Вот, это, соответственно, то, что можно сказать вам, вот с этой позиции, да, с этой точки зрения. Почему молодой человек поздравил вас? Потому что у него к вам, скорее всего, осталось некое чувство долга. Остались ли у него к вам чувства, это, конечно, не известно. То есть, я не могу сказать, остались ли у него к вам чувства, потому что это, на этот вопрос ответная только он. Вот, но у него к вам осталось какое-то чувство долга, какое-то обязательство. Вот, открыт для него не чужая женщина. Вот, и он вас поздравил. Правда, вот, восприняли это вы, ну, вот, не так, как, возможно, он хотел, и не так, как он, ну, планировал. То есть, вы восприняли это слишком близко к сердцу. Вот. И я думаю, что данный факт вам тоже нельзя отрицать. Потому что, ну, этот факт есть. Вот. Соответственно, я хочу вас спросить, как вы вас приняли, то есть он вас поздравил. Какие чувства это вас возбудило? То есть, было бы очень здорово, было бы очень здорово, если бы вы этот момент для себя, например, прояснили бы. Вот. Вот. И мы вместе с вами, возможно, могли бы разобраться в этой ситуации, ну, вот, такой, как она, эта ситуация и есть. Вот. Вот, собственно говоря, такой ответ, я полагаю. Если вы говорите, что человек поздравил вас, ну, формально, да, вот, то в таком случае очевидно, что никаких чувств за этим поздравлением, скорее всего, нет. Значит, он это сделал просто из ощущения долга, что он должен вам. А вы, возможно, еще не остыв к нему, вот, вы расприняли это слишком близко к сердцу, потому что, потому что, объективно, это, нет. У вас еще осталось эмоциональное вовлечение в эту ситуацию, то есть вы еще, ну, разрыв не пережили до конца. И надо сказать, что это, ну, не такая уж и простая задача перечить разрыв, потому что объективно это нелегко сделать. И, на мой взгляд, вам в этом нужна помощь. Вам нужна помощь в том, чтобы пережить разрыв. Помощь психолога, потому что разрыв, ну, объективно, да, разрыв это травма практически всегда. Вот, и, соответственно, то, что вы оказались, вот, травмированы, например, тем, что у вас завершились отношения с молодым человеком. Это, конечно, вполне себе нормально и естественно. Вот. Осталось понять теперь, куда вы хотите двигаться дальше. Осталось понять, почему, почему вам так болезненно, воспринимается разрыв молодого человека. Ну, разрыв молодым человеком. Как правило, это связано с тем, когда разрыв принимается на свой счет, ну, на личный счет человека. Человек вступает в конфликт с его желаниями. То есть разрыв молодым человеком. Вступил в определенный конфликт с тем, что вы хотели и с тем, что вы ожидали. Вот. Дальше. Вы своего молодого человека знаете бывшего. И вы, конечно же, знаете, что он за человек. Я хочу сказать, что вы знаете, что он из себя представляет. Так если вы знаете, что из себя молодой человек представляет. Спросите себя. Только спросите себя честно, почему он так поступил. Я уверен, что вы знаете этот ответ. Я уверен, что вы знаете ответ, почему мужчина вас поздравил, хотя он и не любит формальности. Вот. Я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос сами. Вот вы, может быть, не хотите в этом признавать себе. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Если вы обращались все-таки не к психологам, а к эзотерикам, например, то переадресуйте свой вопрос. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.